Смотрите, насколько она вообще не закрывает. Она вообще, даже, видите, косяк где, а это где. Всё, две, а у них как-то в кучу вкладывается дом. Это вот в одну сторону, а тот, как бы, конец квартиры, в другую сторону. Они в кучу вкладывают. Дом номер три по улице Привокзальная жильцы называют карточным, потому что сложиться он может в любую минуту. Издали приличная кирпичная двухэтажка, а вблизи аварийное здание, стены которого все в трещинах, а крыша была, как решето. Любой дождь превращал жизнь людей в мучение. Каждая квартира плыла, собственно, прям действительно не хватило байдарки только. Потому что у всех, у кого были тазики, банки, крышки, что было, какая вот такая, все ставили. И вот 17 августа здесь, наконец, начался капитальный ремонт кровли. Но оказалось, что именно она держала дом, не давала стенам расползаться. А как крышу сняли, так и начались новые проблемы у жильцов. Вот это когда открыли эту крышу, видите, как они пошли сразу полосами все стены. Зайди в любую квартиру, в каждой не закрываются двери из-за того, что стены ведет. Обои разрываются, открывая порой огромные щели. Это трещина вот появилась, она вот опять с этим постройкой крыши или оседает что-то. Потолочные плиты и стены отходят друг от друга. Соседи могут через щели здороваться за руку. И хотя каждый старается замазать трещины, это помогает ненадолго. Чем больше проседает дом, тем шире дыры. Там прям кирпичи улицы видно. Ты просто заделываешь. Ну вот я, да, я просто перед юбилеем немножко делал этот ремонт. Вот. А вот эта вот сторона, вот эта вот, видите, там он все. И тогда внутри вообще все было, прям вот дыра, прям. Можно прям руку было бы засунуть. Даже рабочие, которые кроют кровлю, удивляются, зачем проводить работу, если дом не сегодня-завтра просто рухнет. Видео не так ярко передает весь ужас положения жильцов. Но человеческий глаз отмечает те самые неровности стен, которые частично прогнулись и вот-вот сложатся от напряжения. Проблемы у дома начались, конечно, не в этом году. Но именно с ремонтом кровли ситуация усугубилась настолько, что люди боятся находиться дома. Я живу на шестой квартире на втором этаже, а она подо мной во второй квартире. Каждое утро мы собираемся к ней опуститься в гости. Не по лестнице, а прямо вот через потолок. Управляющая компания в этом доме – ООО «Континент», которое ранее называлось «Синергия-1». Название поменялось, работники и адрес офиса – те же самые. Директором является городской депутат Антон Пономарёв, который почему-то отказался комментировать ситуацию с опасным домом. Потому как выглядят подъезды в этом доме, можно предположить и отношение управляющей компании к своим обязанностям. Даже щиток после пожара, который произошёл из-за протечек кровли, до сих пор не закрыт. Когда я звоню, я это изюмую и говорю, я прошу ремонт в подъездах. Видели же, какая как бяка. Мы прошлый год вот за лето низ вроде побелили сами, покрасили. Наверху не можем. Говорим, дайте нам мастеров или кто специально вот это белец, всё, мы сами тут покрасим всё. Нету на дому деньги. Дому 62 года, и на нём ни копейки денег нету, чтобы сделать ремонт. Ну, все платят. Ну, естественно, есть у кого-то там дети, ну, есть, которые не платят. Но это не говорит о том, что вообще это за 62 года ни один ремонт не был. Этот дом вполне тянет на звание ветхого и аварийного. И жильцы даже документы для этого собирали. Но весь пакет бумаг затерялся на бескрайних просторах чиновничьих столов. Теперь всё придётся делать заново. А ведь ответственные лица в курсе того, что дом опасен для проживания. Два раза или была комиссия, и признавали якобы этот дом таким неблагополучным там или как он. Ну, нету этих бумаг, нету нигде. И прошлый год, когда вот Нитикин создавал комиссию нам, он сказал, что будет та комиссия, которая определит ваш дом. До сих пор, да. Сами жильцы уже не знают, что делать и куда обращаться. Один угол, по словам кровельных рабочих, уже отходит от дома. Так что непоправимое может случиться в любой момент. И люди надеются, что обещанная комиссия всё-таки пожалует к ним до того, как карточный домик сложится.